И прямо сейчас начинаем с новости о пожаре. Крупный пожар в подмосковном Фрязине. Там загорелось административное здание. И, как заявили в МЧС, к тушению уже привлекли два вертолета. Что стало причиной возгорания? Последняя информация о пожаре прямо сейчас готова поделиться Кристина Шашкова. Она подключается к нам в эфир. Кристина, привет! Расскажи, какая обстановка сейчас на месте? Какие нюансы тебе удалось выяснить? Да, привет! Ну, как вы видите, прямо за мной здание полностью окутано дымом. Идет тушение, кран с водой. Сейчас опрыскивает самые наиболее прогоревшие этажи водой. Насколько известно, уже на данный момент площадь пожара увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. К месту был отправлен вертолет Ка-32. И мы даже увидели, действительно, как он сбрасывает воду на здание. И буквально за минуту до прямого включения показалось, что начался дождь. Но на самом деле это капли летели от здания. И на моей одежде сейчас есть даже остатки пепла. Огнем охвачены этажи с 5 по 8, возможно, даже больше. Можно увидеть, что они практически полностью прогорели. Видны клубы дыма. И также пламя примерно на 6-7 этаже все еще горит. Этому пожару присвоен третий ранг сложности. Информация о пожаре поступила первый раз в 14 часов 39 минут по Москве. И на момент прибытия первых спасательных групп задымление было на пятом этаже. Снизу, говорят, начало все гореть. Народ, бедолаги в окнах, блин. Сидят, кричат, что дышать нечем. Окна выбивают. 5-й, 6-й, 7-й где-то так. Непонятно. Там в левом окне куда дым идет. Мужик там, блин. Вообще труба. Согласно данным из открытых источников, возгорание, где здание, в котором началось возгорание, могло принадлежать научно-исследовательскому институту Платан. Он основан в октябре 1965 года и занимается производством электронно-лучевых приборов, плоских жидкокристаллических экранов и проекционных телевизоров. На место пожара выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда. Об этом рассказал губернатор Московской области. Уголовное дело завели по факту гибели двух человек во Фрязино. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета. Простите, подмосковное управление Следственного комитета. Следователем следственного отдела по городу Щелково, главного следственного управления ИСК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту смерти людей в пожаре. По данным следствия, 24 июня в девятиэтажном здании в городе Фрязино произошел пожар. В результате возгорания погибли люди. В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа. Сотрудники МЧС принимаются меры к локализации пожара. Устанавливается очаг и возможные причины возгорания. Точное количество пострадавших уточняется. Скажи, пожалуйста, там много ли людей пострадало? Вообще, что говорят очевидцы? Да, к сожалению, на данный момент известно уже о двух погибших. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Один из пострадавших, 34-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени Гольца во Фрязино. Его подключили к ИВЛ. Двое пожарных также обратились за медицинской помощью и за отравление продуктами горения. Их уже осмотрели, от госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет. На месте работают 16 бригад скорой помощи. Начал гореть седьмой этаж. С правой стороны вырывались языки пламени. С левой стороны был немножко дым. И все. Никто сначала не понял, что там что-то... Одно окно буквально горело. Все это снаружи говорили. Там было много арендаторов. По-моему, на седьмом этаже был мебельный цех. Но это не точно. Слышал зритель. Был один зритель. Ну, похоже, как... Ну да, газобавленность. Непсалевротная газобавленность. Да, у меня через окна видно дым. Буквально минуты две назад в сторону пожара проехали сотрудники МЧС, две машины и сотрудники еще МВД. И скорая, да, машина, две колеты скорой помощи и одна машина пожарной службы проехала. И пожар до сих пор виден хорошо. Бывает то белый дым, то вот сейчас опять стал более черным дым идти. Последние несколько этажей практически полностью выгорели, насколько мы можем судить по тому, что видим прямо сейчас. Мы стоим в десятках метров от горящего здания. Здесь все оградили специальной лентой сотрудники полиции, Росгвардии. Также нам не дали подойти ближе, потому что, по словам полицейским, уже сегодня прозвучали хлопки, возможно, от газовых баллонов, которые могли стать причиной этих самых хлопков. Работа по тушению пожара усложняет высокая температура и плотное задымление. Об этом сообщили в МЧС. На этом у меня все. Студия передает вам слово. Спасибо. Это была Кристина Шашкова. Она рассказала о пожаре в подмосковном Фрязине.